Голод является одним из самых частых препятствий к хорошей фигуре. Наряду с голодом возникают такие проблемы, как раздражительность, нарушение сна, сонливость, снижение работоспособности и т.д. В данном ролике мы с вами рассмотрим адекватные меры, которые помогут справиться с голодом и подавить аппетит, а также устранить спазмы и другие побочные эффекты низкокалорийной диеты. Почти все люди с лишним весом имеют функциональное нарушение центральной регуляции голода. Аппетит при этом всегда повышен, а чувство насыщения снижено. Если в этом случае не контролировать свою диету, вес будет неизбежно расти, пока не возникнет ожирения. Если вы решили снизить массу тела, то прежде всего требуется правильный психологический настрой. Четкая установка на соблюдение строгой диеты. Вы должны понять, что выхода только два. Первый. Удовлетворять свои низшие биологические потребности, постоянно набирая жировую массу, увеличивая риск заболеваний сердечно-сосудистой системы и сокращая социальную приспособленность. Второй. Справиться с голодом путем болевых усилий и улучшить свою физическую форму и сексуальность. Помимо этого существует ряд мер, которые позволяют эффективно подавить аппетит и устранить неприятные спазмы в желудке. Итак, первое. Теплая вода. Теплая вода расслабляет гладкую мускулатуру пищеварительного тракта и помогает справиться с голодом. Для этих целей хорошо подходит чай или кофе без сахара, так как кофеин ускоряет процесс сжигания жира и может значительно подавить аппетит. Вы можете выпивать стакан обычной кипяченой воды перед сном. Помните, что жидкость необходима организму и для разрушения жира. Два. Бег или прогулки. Физическая нагрузка может надежно подавить аппетит и устранить неприятные спазмы. Если вы испытываете сильное раздражение и сила воли уже не позволяет справиться с голодом, выйдите на улицу и пройдитесь быстрым шагом 1-2 километра. Рекомендуемая скорость не менее двух шагов в одну секунду. К тому же и ходьба, и другие виды физической активности вынуждают организм расходовать жиры в качестве источников энергии. Третье. Низкокалорийная еда. Снижение веса не предполагает перманентный голод. Есть определенные виды пищи, которые совершенно не препятствуют процессу похудения. Вместе с этим хорошо помогают подавить аппетит, справиться с голодом и устранить спазмы желудка. Яблоки. Особенно богаты пектином. Лучший вид клетчатки. Грейпфрукт содержит нарингин, который обладает дополнительным жиросжигающим эффектом. И еще небольшой список продуктов, которые не мешают похудению. Лук. Редька. Морковь. Морская капуста. Помидоры. Огурцы. Эти продукты вы можете потреблять в неграничных количествах и в любое время. Их калорийность очень низкая. Более того, энергия, которая тратится на их переваривание, превышает то количество энергии, которое они несут в себе. Проще говоря, организм тратит больше энергии на их усвоение, чем получает от них. Всегда съедайте один из этих продуктов, прежде чем съесть калорийную пищу. Неперевариваемые волокна или клетчатка, которыми богаты вышеперечисленные продукты, помогут быстрее насытиться, а также снизить усвоение питательных веществ, углеводов и жиров. Четвертое. Частое питание. Еще один простой способ борьбы с голодом. Частое питание. Данная стратегия позволяет создать постоянную поставку питательных веществ в организм, что в свою очередь снижает темпы торможения метаболических процессов, включая сжигание жира. И в меньшей степени способствует активации адаптивных реакций, то есть повышенный аппетит, депозиция жира, направленных на сохранение жизни в сложных условиях среды. Недостаток пищи при соблюдении диеты. Помните, что частое питание предполагает многократный прием небольших порций пищи, и это не дает вам права увеличивать общую калорийность суточного рациона. Иначе говоря, если согласно вашей диете вы сможете съесть за обедом одну тарелку супа, то разумнее разделить ее на два приема с перерывом в 2-3 часа. Оптимальная частота питания, как я думаю вы все знаете, это 6 раз в сутки. Пятое. Протеин. Протеин снижает чувство голода и заставляет организм расходовать больше калорий. Стоит заметить, что протеин можно принимать только в ограниченных количествах. Шестое. Препараты, подавляющие аппетит. Уже на протяжении многих десятилетий в диетологии применяется особый класс препаратов, которые надежно подавляют аппетит и помогают справиться с голодом. Седьмое. Жиросжигатели. Многие жиросжигатели, доступные на рынке спортивного питания, помогут вам справиться с голодом. Практически все стимуляторы способны подавить аппетит. Кофеин, эфедрин, амфетамины и другие.